Всем хай, с вами Юджин, ой, нифига себе, как горлышко-то, запела Запела, несмотря на то, что она побаливает, я еще болею, друзья, ну в общем, всем здарова, всем хай, всем привет Сегодня у нас будет первый за долгое время разговорный видос, где я поболтаю с вами, отвечу на ваши вопросы Вопросы вы задавали мне в моих соцсетях, в сообществе на ютюбе, в моем телеграме, в моем вк Все ссылки на эти сообщества будут для вас в описании, чтобы вы могли туда вступить и посмотреть всякие прикольные дополнительные штуки, которые я выкладываю Кстати, о дополнительных штуках у меня есть второй канал, где я выкладываю короткие видосики из выпусков Туда входит то, что не вошло в основной выпуск, либо какая-то нарезка самых прикольных моментов из выпусков Так что заходите вот сюда, подписывайтесь, подождите, или сюда, нет, вот сюда Либо тут, либо там, но точно будет в описании А теперь давайте, я надеюсь, что вы приготовили все ваши чаюшки, кофеюшки, любые напитки и хавчик вкуснейший И мы приступаем, сегодня будет такой, я не знаю, долгий, либо короткий выпуск, но поболтаем, поболтаем точно Как вы можете видеть, я нахожусь сейчас в квартире, которую я снимаю в Дубае Находится она в районе Марина, ну такой самый попсовый, наверное, район в Дубае Очень клевый, мы уже успели пожить в нескольких районах за все время, что я здесь живу JVC район такой, в виде кольца, в виде круга сделанный район, тоже прикольно Это первый район, в котором я пожил Потом я переехал в Town Square Это вообще, считаю, уже за городом Дубая Два месяца я там пожил, а теперь вот нахожусь здесь, в самом эпицентре туристического бума Хотел сказать, но сейчас тут никого нету, поскольку лето Дубай умирает на процентов 80 лета, потому что здесь адская жара И... а я жару люблю, поэтому мне вообще по кайфу Да, но я не выхожу из дома практически Собственно, почему я в Дубае? Потому что я делаю зарубежные каналы, и их лучше всего делать отсюда Для меня, по крайней мере, не знаю, если вы когда-либо задумывались о том, чтобы поехать куда-то Наводите справки, ищите для себя то, что вам больше всего подходит Мне в моей ситуации больше всего подошло это, поэтому, собственно, я и выбрал Дубай И здесь я буду находиться точно не всю жизнь, нет, 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 нет Здесь, конечно, по-своему прикольно, но и по-своему не очень Поэтому я думаю, что в скором времени я буду улепетывать отсюда в другое место Говорю загадками, на самом деле улепетывать я собираюсь в Москву обратно Осенью я точно перемещаюсь в Москву на полгода где-то примерно Может быть побольше Посмотрим, как лягут карты Ну, я точно буду искать способы потом еще куда-нибудь переехать Где-нибудь пожить в других странах по возможности, опять же Потому что мне понравилось, мне понравилось менять местоположение В этом есть что-то, знаете, такое ощущение, как будто ты когда в игру играешь Ты на новый левел перешел и там все новое И нужно познавать новые механики, изучать быт и подстраиваться под него И потом подстраивать его под себя уже Собственно, это было небольшое вступление Теперь давайте перейдем сразу к вопросам, чтобы эти вопросы и провоцировали нас на какие-нибудь интересные рассуждения Понеслась! Как тебе Дубай? Что порадовало, что разочаровало? Какие вещи кажутся неудобными, а какие наоборот показались классными? Отличный вопрос прямо в тему того, что я только что говорил Итак, давайте теперь разберемся по порядку, что в Дубае классно было, что в Дубае не классно Плюсы и минусы Во-первых, круглый год испытывать одно лишь тепло — кайф, мне по кайфу Иногда, да, бывает такая, знаете, ностальгия по зимним временам, по холодкам, по дождику Я дождик всего один раз здесь видел за все это время И то это капельки на окне были просто Больше нет, больше ничего не было Но в целом я не люблю холод Вот никогда не любил его с самого детства И мне хорошо, когда тепло Конечно, от супер-жары я тоже умираю, как и нормально любой человек Но это все же лучше, чем мерзнуть Что еще порадовало, что такой человек, как я, просто не может не заметить Это амбиции, амбиции всего государства сделать город будущего Они вкладывают безумные деньги, безумные просто в развитие инфраструктуры В развитие районов, в технологии, во все Во все стараются пиндюриться, вложиться, перенимают опыт с других стран, уже более развитых И пипец, как на дрожжах растет этот город По сути, сколько прошло времени, когда он был просто вот такой равниной Тридцать лет За тридцать лет он вот по что превратился Вам можно посмотреть, не знаю, видосы на ютюбе, где, знаете, камера идет через город Какой-нибудь, либо на велике катается Знаете, такой стиль видосов Вот посмотрите, как Дубай выглядит, офигеть Ну, либо просто загуглите картинки Второе, что радует очень сильно, это качество сервиса Я не говорю, я сейчас отделю сервис один от другого Потому что это будет еще там минус один Короче, в плане обслуживания люди максимально улыбчивые, максимально дружелюбные Все стараются тебе угодить, все тебе улыбаются И прям вот наивысших похвал достойно Обожаю Это, знаете, очень контрастирует с тем, когда ты заходишь в какой-нибудь Дикси И там видишь очень расстроенную продавщицу После того, как ты потоптал такую, знаете, картонку раскисшую в луже перед входом Ты прошелся по ней, ты увидел странные полки Ну, то есть, знаете, такие, ну, не очень порядочно сделано все В плане навалено, навалено, да В то же время здесь все так, знаете, тут яблочки раскладывают вот так вот Чтобы они четко пирамидкой стояли Ну, это очень прикольно выглядит просто Создают ощущение, дайте, такой внутренний эстет очень радуется Но из этого мы сразу переходим плавно в небольшой минус для меня Ну, или средний, я бы сказал, минус А это Сами, сама еда Вот, если мы говорим об услугах И, там, доставка еды, например, да Тот же самый Макдональдс, который ты вызвал себе на дом Или из какой-нибудь теристика, который тебе нравится, что ты на дом заказал Вот у меня, по крайней мере, было так, чтобы приходило полнейшее говно Отвратительная просто еда была Даже несмотря на то, что ты можешь зайти в тот же самый рестик, с которого ты заказывал на дом И будет все вкусно И отсюда еще один минус Это здесь проблемы с едой Проблемы с продуктами, они либо вкусные, либо отвратительные И нужно искать то, что тебе будет прям по душе То, что тебе понравится Может быть, у кого-то, кто жил в Дубае, по-другому было и более всеядный Я, на самом деле, тоже всеядный Много чего могу съесть Но я чувствую, когда что-то прям очень вкусное И когда что-то, ну, нифига не вкусное И вот здесь есть такая штука, например, с мясом Самая проблема большая была у нас Первый месяц, наверное, когда мы приехали Тут, поскольку в основном говядина Тут свинину по религиозным соображениям не употребляют Она есть В закрытых коморках Подальше от глаз основной аудитории Магазинов Там есть для немусульман Отделы со свининой и прочего Но не сказал бы, что прям супер большой выбор Но, опять же, я и особо там и не искал свинину Я спокойно могу без нее жить Вот говядину люблю И здесь надо искать прям хорошо Тщательно, чтобы было вкусно Потому что она вся импортная Все там из Австралии, из Индии И из Америки И я для себя понял, что из Америки Самая лучшая говядина для меня Но, в целом, видите, я сыт, здоров Ну, как бы я сейчас болею Но это не связано с едой Короче, с едой окей Более-менее могло быть лучше Хумус отлично Я люблю хумус С него я кайфую всегда Всегда заказываю, если вижу в меню Как и всегда, в принципе, все новое требует привычки и адаптации Отсюда мы переходим к реальным минусам И это здесь все пипец как дорого Можно сказать в 4 раза точно Вот на любой продукт, что ни плюнь Все максимально дорого Однако техника дешевле Это, конечно же, безусловно большой минус Не хочется платить слишком много Но где-то в этом Что-то в этом меня, знаете, задевает внутри Именно подстегивает Хочется научиться зарабатывать настолько Чтобы можно было и спокойно жить в таких местах Здесь пока жесть как накладно Получается Но, как бы я знал, на что шел У меня была определенная цель Но что меня слегка шокировало Когда я прибыл в Дубай Это невозможность пользоваться нормальным мессенджерами Как мы привыкли То есть, да, всякие телеграммы, ватсапы, фейстаймы Работают на сообщения Но невозможно сделать аудио и видеозвонок И вот это меня как будто бы морально отрезало от всего мира сразу То есть, обычно я привык звонить своим родным по телеграмму По видеосвязи Либо аудиосвязи, на ходу конец А тут, пф, нельзя Ну, фишка такая у них в Эмиратах Я не знаю Некоторые знающие люди объяснили мне Что вроде как Это из-за того, что они пытаются провоцировать людей Пользоваться местным мессенджером Я даже не знаю, как он называется Но, по секрету скажу Все все равно пользуются ватсапом Телеграм здесь не так популярен, как мне показалось В основном ватсап Для бизнеса, для личных звонков, сообщений Все ватсап Но я не позволил этому маленькому недоразумению Меня остановить и отрезать от моих близких мне людей Ведь эта проблема со звонками легко решается при помощи VPN И так я начал пользоваться серф Ладно, без угара Я реально начал пользоваться серфшарк VPN Чтобы вы понимали Раньше я никогда им не пользовался Ну, не было особо нужды А для тех, кто не понимает, что такое VPN Это условно, когда ты, допустим, заходишь из России На какой-нибудь ресурс Но эта штука Эта технология пришельцев Она позволяет сайту, на который ты пошел Я не знаю, как работает VPN Трудно объяснить Короче, тот ресурс, на который ты пришел Думает из-за VPN Что ты, допустим, из Америки Или из Канады, Франции В общем, из любой другой страны Которую ты сам себе поставишь Что офигеть как удобно При этом полностью тебя делает анонимным Теперь я вообще не понимаю Как я раньше без VPN обходился Ведь тут же решилась проблема С управлением моими банковскими аккаунтами Которые, кстати, здесь тоже не работают И я имею в виду российских банков Плюс без VPN я бы не смог проводить с вами Эти уютные созвоны в своем дискорд-канале В общем, Surfshark VPN Который еще и поддержал выход этого видео Стал моим постоянным инструментом Для работы в интернете Каждый раз, когда я работаю со своими Англоязычными каналами Или, допустим, хочу посмотреть Netflix из Америки Одним словом, обойти различные Региональные ограничения При этом с полным сохранением Моих персональных данных Даже в общедоступных Wi-Fi сетях И при этом с полным сохранением Моей анонимности А вы знаете, как в интернете Любят торговать личной информацией Более того, Surfshark VPN Помогает мне получить также потребительскую выгоду Так как позволяет получить доступ К лучшим ценам на различных маркетплейсах А как вы знаете Цена может варьироваться В зависимости от вашего региона И все это через очень удобное приложение Которое поддерживает практически все платформы Смартфоны, планшеты, смарт-ТВ И не забывайте про ПК Причем Surfshark VPN Максимально доступен Так как имеет огромное количество способов оплаты Да, я плачу за VPN И не пользуюсь бесплатными И вам даже не советую Потому что Бесплатные VPN Я их пробовал Они отвратительные Во-первых, ужасная скорость соединения И нет никакой гарантии Что ваши данные будут сохранены А тем более анонимность В общем, вы можете прямо сейчас Воспользоваться Surfshark VPN По моей ссылке в описании И получите 83% скидку А также в подарок 3 месяца бесплатно По моему промокоду EUGEN Также в Дубае есть еще минус определенный Это в некоторых конторах Ты можешь оплачивать услуги с помощью карты Но за это они почему-то добавляют стоимость На несколько процентов могут прибавить тебе стоимость Я не понял, в чем прикол Не так они любят эти карты Как мне показалось Как мы в России То есть, допустим, мы вот привыкли Что мы можем с карты на карту Так легко кидать незначительные суммы И ни у кого никаких вопросов не возникает А здесь почему-то все это высторонятся Ну, может быть, не все Но, по крайней мере, вот у меня еще Не было таких восторженных Типа, эй, давай, пересылаем мне на карту И я обмолвился, что здесь очень жарко летом Из-за чего все уезжают Жара примерно Ну, под 50, наверное По ощущению Да, допустим, может быть, 40 градусов Но потом же влажность поднимается так Что ты начинаешь умирать Ты просто выходишь на улицу И тебя как будто облили водой Ты весь мокрый потеешь И бизнес здесь дохнет на 80% Поэтому, если вы там хотите открыть компанию Которая будет непосредственно в Дубае работать То имейте в виду, что здесь есть сезонность Но зато, когда осень наступает И люди приезжают сюда Здесь вообще все оживает Просто эпицентр Тусни И всего В целом здесь есть абсолютно все И это из плюсов И тут нету Такого, знаете Нету ощущения, что ты находишься Прямо вот в мусульманской стране С кучей ограничений Ты можешь здесь Ну, по крайней мере, в Дубае Дубай очень свободный островок Мусульманского мира Допустим, столица Эмиратов Абу-Даби Она чуть-чуть построже Но Опять же, не было каких-то особых проблем То есть Все туристы могут ходить, как им нравится Там девушки открытые Парни Еще открытие Ну и на самом деле Как вот мне показалось По моему опыту Порог входа сюда Чтобы стать, допустим, резидентом Дубая Каким я уже стал Гораздо проще, чем, например, в той же Европе И это несмотря на то, что в Дубае все очень дорого Но вот стать резидентом Можно гораздо проще Ты можешь устроиться на работу Либо можешь открыть свою собственную фирму Что я сделал, например Это стоит дорого Но это не стоит так дорого Как, допустим, в той же самой Европе Я вдаваться по ценам Что, сколько стоит, не буду Потому что это у меня не бизнес-канал Это не бизнес-консультации И не ценовые эти рекомендации В общем, если вам нужно что-то такое Вы просто сами там ищите информацию, какую вам надо И делайте то, что вам нужно Я просто говорю там про свой опыт Что мне показалось, что здесь проще Стать резидентом, например Затянули с первым вопросом Извините, продолжаем Выздоравливай Спасибо Вопрос Что ты испытываешь, когда видишь в комментариях фразу Спасибо за детство И да, кстати, спасибо за детство Я испытываю, что все как будто бы выросли А я наоборот уменьшился Ну, в целом, это прикольное ощущение, ребят Это просто приятно осознавать Я об этом не думаю каждый день, разумеется Но когда я натыкаюсь на такие комментарии Мне становится тепло очень на душе Потому что я не чувствую, что я прям супер-мега Великий или значимый для кого-либо человек Тем не менее, вы искренне говорите Я верю в это И я рад, что мое существование каким-то образом Возымело на вас эффект И положительный, я надеюсь, эффект Это очень прикольно Поскольку я понимаю это ощущение Так как я испытывал благодарность к своим кумирам в детстве И знаете, все равно такое ощущение странное Ведь, допустим, я знаю, что я испытывал к своим кумирам в детстве Это потрясающее великое чувство Но поскольку я не чувствую, что вы испытываете Мне как-то, знаете, кажется это Я не до конца это испытываю, такое ощущение Из-за этого, наверное, наступает небольшое разочарование Что когда ты хочешь стать, допустим, известным, значимым человеком для кого-то То ты хочешь, чтобы они испытывали именно вот это глубокое чувство Чтобы ты прям сам его ощутил Ну, короче, такой тщеславный немножко, наверное, загон Но в целом, как я сказал, я очень рад, друзья, что какой-то положительный эффект я на вас оказал Спасибо вам большое, что дали мне об этом знать Это для меня очень важно Насколько сильно изменился распорядок дня после переезда в Дубай? Стал ли он, по твоему мнению, хуже? Повлиял ли переезд в положительную сторону? Собираешься вернуться или переехать куда-нибудь еще? Частично я уже ответил на этот вопрос Ну, в общем, распорядок дня нет, на самом деле, не поменялся Единственное, что меня... Вот, опять же, к минусам можно добавить Меня бесит, что здесь солнце очень рано заходит Здесь уже в 6 часов начинается закат, если не раньше И в 7 уже темно Вот сейчас Вот сейчас 7 часов Ладно, 7.30 Но уже тьма, вы видите, за окном Как будто зима Это дико бесит меня А так, в целом, распорядок нет, не поменялся Я встаю, когда мне надо, ложусь, когда мне надо, работаю, когда мне того хочется или когда нужно Собираюсь я куда-нибудь переехать Да, я уже сказал, что в Москву возвращаюсь А потом еще куда-нибудь посмотрим, как повезет Хочу в Америке пожить, хочу в Европе пожить Хочу в Гонконге пожить, в конце концов, в Тае В общем, блин, в Японию хочу, в Токио Хочу на Цветение Сакуры попасть Хочу, знаете, перед тем, как попасть в Японию, в Токио Я хочу посмотреть все самые крутые аниме, которые мне нравились Где за основу локации брали именно пейзажи Токио И прям вот эти все локации найти И прям вот в них побывать в реальности Вот так я хочу Я обожаю аниме Я обожаю... Да я все, я много чего люблю Я вообще любвеобильный человек Себя только не люблю Здоровья тебе! Сколько лет было Данте, когда ты его взял? И сколько лет ему сейчас? Надеюсь, у этого котейки там все хорошо И я как только сказал имя Данте, он сразу такой состыл Оп, голову поднял Че, кто-то меня позвал? И опять лег, когда помню, что это опять я дичь несу всякую Короче, Данте было... У него день рождения 19 апреля И я его взял, когда ему было 4... 3... 3 месяца 3 месяца А сейчас ему год и 4 месяца У этого говнюка все прекрасно Мне кажется, он очень кайфует находиться здесь Потому что мы живем на 21 этаже Здесь очень высоко Вид на город красивый И он любит к окну подходить Вы видите, у нас там окно прям в пол Кайф, да? В общем, он подходит Вот так ходит по всем этим окнам По бордюрчикам, по краю И такой наслаждается Птичек смотрит А еще у нас здесь рядом прям соседняя башня И знаете, в Дубае есть такой зиплайн Который прям через всю марину тебя До торгового центра С высоты Вот так Тащит Тремная пипец штука Я пробовал Офигел Ну вот И люди постоянно Мы там по 15-20 раз в день Слышим эти крики Как люди съезжают Но это, знаете, не раздражает Ни в коем случае Наоборот, очень прикольно Смотри, как люди катаются И Данте любит смотреть, как люди катаются Он иногда даже вот сегодня Особенно что-то такое прям выждал Когда следующие покатятся Наверное, рассчитывает, что они упадут И не знаю, что он хочет от них Как справляешься с собственной ленью? Помогает ли тебе кто-либо в этом? Или же ты сам можешь легко побороть себе данный порог? Мне лень отвечать Скучаешь ли ты? Ладно, ладно Я отвечу на вопрос нормально Короче, у меня есть такое свойство У моей психики Справляться с ленью Когда это прям Она точно понимает Вот эта вот башка Что это необходимо Что сейчас ты не должен лениться Ты должен сделать то, что должен Обязательно Я буду до упора До последнего вздоха, наверное, работать Или, ну, в общем, как Заниматься тем, чем должен заниматься Например, лениться Если мне нужно лениться до предела Я буду это делать Скучаешь ли ты по родственникам? Друзьям и родителям Оставшимся за границей? Да на самом деле нет По сути, из-за технологии Возможности звонить друг другу Из любого места Видеосвязи Ты вообще чувствуешь, что ты Как будто вот рядом находишься Всегда Нет, я не скучаю Сынок! Мама! Сын! Папа! Были ли фанаты, которые позволяли себе Слишком много при встрече? Нет, но были фанаты Которым было позволено все На самом деле Один раз Было Очень Забавно В кавычках Когда Подписчица Нашла Каким-то образом Мой адрес Там еще, когда я вратии жил И прям наведалась Ко мне домой Не делайте так, пожалуйста Gamehunters Почему ты выбрал Именно в формате комикса? Как тебе пришла такая идея? Сюжет? Откуда ноги росли у вдохновения? Слушайте, я уже много Наверное, раз отвечал На эти вопросы Я затронул этот вопрос Потому что я хочу Всем сказать еще раз Тем, кто интересуется Что с комиксом происходит Как вы знаете Мой сайт был Хакнут Угнан И теперь он не работает Я пока не знаю Когда я его восстановлю Поскольку сейчас Ну, у меня довольно-таки Такая Своего рода Экстремальная ситуация Мне нужно развивать Свои новые проекты Которые более сейчас Приоритетны, чем комикс И Также нужно свой канал На плаву поддерживать В общем, сейчас есть На что Затрачивать средства Поскольку комикс Производство Его довольно-таки Дорогое удовольствие А это именно Знаете, моя прихоть Больше, чем Какой-то там заработок И так далее Я просто хочу это делать И я просто сейчас жду Пока у меня финансово Снова все будет норм Чтобы То есть будут лишние деньги Чтобы этим заниматься снова И непременно Это все будет И, кстати, третий номер Это уже нарисован Целиком, полностью Я просто не выпускаю Потому что Ну, я не хочу Мучить вас Потому что Вам придется Будет снова ждать Хрен знает сколько Когда следующая глава выйдет Я лучше буду уверен Что у меня вот все Я смогу по накатанной Что-то делать И тогда Буду анонсировать Что-то, друзья Ожидайте И могу кратко ответить Как пришла идея Создания такого формата Именно в виде комикса Снимать как сериал Как игровой сериал Видеосериал Это очень дорого И у меня нет таких средств Пока что, надеюсь В общем, я решил Что нарисовать гораздо дешевле Хотя все равно дороговато А идея пришла еще Когда я 11 лет назад Работал в журнале Страна игр Где-то месяца три всего лишь Проработал Снимал видео Для их дискового приложения Вот такого К журналу Которое закрылось уже Первый эпизод Game Hunters Вышел именно Вот на этом дисковом приложении Тогда была такая Простенькая концепция Этой идеи Которую я уже Миллиард раз Видоизменил Сделал ее гораздо лучше Глубже И это прям От души оторвало Наверное Одно из лучших Что я когда-либо писал Не скромно я знаю Но Если что Я могу назвать прям Крутой штукой Это вот Вот это Game Hunters Это самое-самое крутое В плане истории В плане проработки мира Глубины персонажей И моего отклика Личного Эмоционального Это самое крутое Поэтому Я очень надеюсь Что этот проект возродится Ждем Верим Ждите анонсов Друзья Я очень безумно Благодарен вам Что вы тоже ждете Эту историю Итак Не буду тянуть И перейду сразу к вопросу Задумываешь ли ты О своей половой Ой Пожилой Пожилой жизни По Фреду О пожилой жизни Задумывался В ней Видимо не будет Половой жизни Да че там думать о ней Я просто иногда Когда там мысль заходит Типа Когда я буду старым Че у меня будет Скорее всего Будет болеть Все нафиг И я надеюсь что Я буду заниматься Любимым делом До конца своей жизни Пока Инфаркт Не разлучит нас Мне было бы Очень интересно узнать Сколько тебе платили За работу курьера Ты сейчас сам Наверное работаешь курьером И хочешь знать Тебя обсчитали Или нет Короче Ну Я не помню На самом деле 10 тысяч рублей Что ли платили Где-то так Если Бог создал нас То кто создал Бога Мы Женя Задумывался ли ты О том Когда ты перестанешь Выкладывать свои ролики На самом деле Довольно таки Частый вопрос Я вот заметил Среди заданных Что вот Типа Ты же когда-то Перестанешь Там вот Ты умрешь Скоро Вот Умри Под окнем Проклинаю Ну конечно Задумывался Естественно Мы понимаем Что все не вечно Всегда Когда-то Что-то Дозакончится Кроме моих роликов Я Найму Людей И буду Из поколения В поколение Заставлять Я их натаскаю Чтобы они Из поколения В поколение Выкачивали мои ролики С ютуба Или с других ресурсов Которые будут Вместо ютуба В будущем Ведь ютуб тоже Закончится Когда-нибудь Друзья Кроме моих роликов И вот Они будут Заливать мои ролики На все новые Ресурсы Которые только Можно Потому что Это Свято И должно Всегда Попадаться Вам в рекомендациях А чтобы Она лучше Попадалась В рекомендациях Ставьте лайки Пожалуйста Друзья Я знаю Что Иногда В падлу Но вот Если вы поставите Это поможет Алгоритму Ютуба Мои ролики Выводить В топы И расширять Наше сообщество И Разве это Не классно Разве это Не здорово Разве это Не свято А еще Подписывайтесь на канал У нас уже скоро Пять лямов Либо уже наступило Я не знаю Я записываю Пока еще Пяти лямов Нету И оттуда Сразу ответ на вопрос Планирую ли я что-нибудь Сделать на пять лямов Я Пока В растерянности Друзья На самом деле Настолько был не готов Что это внезапно Вот Произойдет Я Очень давно Не заходил На страницу С подписоты Где именно Показывается четкое Количество подписчиков Я вот Офигел Когда Вы начали штормить У меня в комментариях Типа Скоро пять лямов Я такой Ё-моё Я ничего не готовил Я слишком занят Понимаете Слишком занят Сейчас К сожалению Всеми проектами Которые я сторонне делаю Своим каналом Бытовыми вещами И я еще заболел Вдобавок И всему Поэтому Не выхожу из дома В общем Я надеюсь Что мне Что-нибудь в голову Сберет Я очень хочу С вами отметить это И если Не прям В пять миллионов Может быть Чуть попозже Но мы Что-нибудь придумаем С вами Поэтому Надеюсь Все сложится А да И мои ролики Всегда будут Вот Никогда не перестану Как ты придумываешь Маркетинговые вставки Это как-то само приходит Очень скучаю по дракону На удивление Дракончика Очень многие вспоминают Как типа Самый крутой рекламный Проект мой Типа Самый крутой персонаж Рекламный Но я сам лично Не супер его Прям сильно так люблю Он был забавный Но Не настолько Что прям Мне нравится У меня есть Куча других реклам Которые мне нравятся Гораздо больше Например Где Луна читает мне рэп Вот это Мне очень нравится реклама Или С тренером Очень крутые рекламы Были О Я не знаю Слышно вам или нет Короче Здесь в Дубае Постоянно Там Раз в какое-то время Поют песни Из мечети На всю округу Ночью Прямо орут Посреди ночи Типа Ну Их песни Какие-то Сейчас Попробую Как я придумываю Свои рекламные вставки Есть задания От рекламодателя Нужно Вот так-то там Рассказать о продукте Например И Я просто начинаю Пытаться Это как-то обыграть И допустим Я думаю В каком видео Я покажу Эту рекламную интеграцию И если допустим Это там Такая-то игра Например Зомбоит Я начинаю думать Включая Что будет делать фитнес-тренер Чтобы как-то подвести К рекламе Либо Просто Внезапно Какую-то вставку Раньше Я делал более Обособленные Прироллы Которые вообще Никак не были связаны С видео Но сейчас Я стараюсь Именно Сделать Интеграцию Частью выпуска Чтобы ее Также было прикольно Смотреть И как Ну как будто Это вот все Внутри происходит Мне кажется Это прикольный подход И я всегда Любил рекламу Которая Которая увлекает За собой Я надеюсь Что моя реклама До сих пор Так же увлекательна Как и была раньше Вот Но наверняка Сейчас напишут Что я раньше Был лучше Там все Какая архитектура И обустройство интерьера Тебе больше всего нравится У меня нету Именно Архитектурных Каких-то предпочтений Но Я знаю Что мне нравится В интерьере Вот от чего Я просто ссусь Это лофт Дизайн Вот просто обожаю Я вот себя В Москве сделал Ремонт в стиле лофт Здесь Не сказал бы Что это лофт Это какая-то икея Но Здесь довольно-таки Спокойные оттенки Мне нравятся В общем тоже Но Когда прям все В лофте сделано Максимально Знаете Прям нарочито Кирпичные стены Какие-нибудь Деревянные столы Вот такие вот Металлические балки Коробы Вот эти Вентиляционные Вообще кайф У всех людей Как мне кажется Бывали в жизни ситуации Когда хотелось Опустить руки Как ты справляешься С такими ситуациями Знаете Опять же Наверное Много раз Уже отвечал На этот вопрос Но для меня Важно Это повторить Еще раз Потому что Это важная тема У людей Многих Опускаются руки И у меня Такое бывает Я просто Если у меня Есть время Как бы Подумайте Вот у вас Сейчас плохое Самочувствие Плохое Вы разочарованы Например Да У вас Много чего Не получается Или там Или будущее Мрачное Подумайте Вот о чем Есть ли у вас Сейчас время Если время есть То дайте себе Это время Чтобы погрустить Прям вот Проникнитесь Этим чувством Печали Грусти Дайте себе Перегореть Я так делаю Я не был Во всех жизненных Ситуациях Которые только Можно себе представить Но в тех Которых я был И когда я чувствовал Что мне вот Плохо По-настоящему Я давал себе Возможность Погрустить Это неприятно Грустить никто не любит Это плохое чувство Гораздо лучше Там Заглушить его И да Повеселиться Иногда это может быть Работает Но Если ты не прожил Вот эту печаль То она остается Где-то там внутри Это как Когда в венде Ты кучу программ Запустил Но Свернул их в трей Они все равно Остаются И грузят комп Правильно? Правильно Поэтому лучше Завершите работу Этих программ Проникнитесь Этим чувством И потом Вам станет лучше Потому что За падениями Всегда следует взлет Ну Либо Большее падение Но потом точно будет взлет Всегда так происходит И не думайте про себя плохо Если вы грустите Значит это вот вы Какие-то неправильные Все люди грустят Особенно ваши кумиры Потому что Вы всегда видите Только на экране Человека И он всегда улыбается Но за пределами экрана Он такой же Как и вы Абсолютно такой же Так же грустит Так же печалится Тревожится Плачет Любишь книги читать? Если да То какая твоя Любимая книга? Я могу выделить Несколько прикольных книг Которые мне нравятся Но я бы больше ответил На вопрос Какие мне любимые авторы И в данный момент Меня цепляют Только два автора Прямо по-настоящему Это Говард Лавкрафт Разумеется И Джек Лондон Вот у этих ребят Как-то получается Писать так Что меня прям Очень трогает В целом Я сейчас Наконец-таки Заканчиваю Достоевского Братья Карамазовы Очень долго читал Эту книгу Она мне нравится Реально крутая И чем дальше ты читаешь Чем лучше Тебе она заходит Но просто Она довольно-таки большая И У меня мало времени На чтение Я вот Когда допустим Перед сном Я собираюсь почитать Я уже очень устал Как правило И быстро засыпаю Следующая книга Которую я буду читать После братьев Карамазовых Это Никаких правил Уникальная культура Нетфликс Это не реклама Этой книги Я просто хотел вам Ее показать Если вам вдруг Будет интересно Мне очень любопытна История Нетфликса Как работает она Как бизнес Вот Я хочу ее прочитать Хочу вгрызться в нее Как сделал это Данте Видите Он уже ее Отожрал Про тебя говорю Были ли хоть на миг Сомнения В выбранном пути Нет На самом деле Никогда не было Даже если я Осознаю Что допустил ошибку Как-то так получается Всегда Что эта ошибка Приводит меня К каким-то Более клевым Результатам Чем было до этого Ну или хотя бы Дает возможность Что-то осознать Что-то сделать Какой-то вывод Как-то поменять себя Каким-то образом Изменить подход К ситуации Безусловно Есть Некий страх Когда ты выбираешь Путь Когда стоишь на развилке Ты понимаешь Что у тебя Вот сейчас Предстоит Выбор Да страшно Но Как правило Я очень быстро Принимаю решение И просто иду до конца Ну до тех пор Пока не понимаю Что нужно снова повернуть Любишь ли ты Азиатскую кухню Зачем Ты спрашиваешь Про еду Я так хочу есть Обожаю Азиатскую кухню Корейская кухня Мне немножко смущает И некоторые Наименования В тайских блюдах Но в целом Да я очень люблю Вот в китайской кухне Есть такое блюдо Гоба Гоба джоу По-моему называется Гоба джоу Гоба джоу В общем Это свинина В кисло-сладком соусе Господи Господи Да это вкусно Она с рисом еще подается Какая вкусная штука Всем советую Всем советую попробовать Это очень вкусно Утка по-пекински Мне очень нравится Обожаю Всякие рамены Люблю роллы Люблю суши Особенно мне нравится Когда я в аниме Вижу Когда герои едят Что-то там Всегда так вкусно Показано это Особенно Макото Синькай Очень классно Показывает еду Если вы задумались О том Что я делаю Когда выключается камера И я перестаю записывать видео Теперь вы знаете Я сейчас пойду жрать Хм Какой из твоих персонажей На данный момент Тебе больше всего нравится Или не нравится Интересный вопрос Я, кстати, не задумывался Потому что каждый из этих персонажей Это так или иначе Я Разные мои стороны Воплощены в них Наверное, больше всего За последнее время Отражал меня Наиболее полно Это Пауэр Дрыщ Но не сам Пауэр Дрыщ А два археолога Археолог и его коллега А из тех, которые мне не нравятся У меня такие персонажи нет Нет, мне все нравятся Маквысер очень нравится Просто обожаю его И Наверное, вы уже видели Да, два новых выпуска По Маквысеру И будет третий И будет четвертый И будет сюрприз Наверное В скором времени Посмотрим, как пойдет Но не буду пока говорить Вообще, круто было бы сделать Знаете, такую целую вселенную Где все эти персонажи встретились Как, знаете, Марвелские Мстители Только это будут Отомстители Ой, блин Как было бы круто Знаете, что было бы классно сделать Если кто-то из вас Программист и шарит В создании игр Напишите мне Напишите мне на почту Обязательно Потому что Я подумал, что было бы классно Сделать такой Знаете, простенький файтинг Типу Mortal Kombat Только где-то выбираешь Моих персонажей И сражаешься друг с другом По сети можно играть Блин, блин, блин Напишите мне обязательно Я очень хочу это сделать Не делайте без меня Только со мной, пожалуйста Жду вас Программисты Игры-делы Бабок наварим с этой игры Как стать успешным? Я не могу сказать Как стать успешным Я могу только сказать Как нужно По моему мнению Подходить к делам Да и вообще К жизни в целом Делай то, что ты любишь По-настоящему И неважно Придешь ты к успеху Или нет Ты хотя бы будешь знать Что ты занимался тем Что тебе приносило удовольствие Представляете, как будет обидно Делать какую-то фигню Которую ты вообще не любишь В надежде, что это принесет тебе успех А потом не добиться успеха И ты такой Блин И успеха не добился И делал какую-то шнягу Друзья, это был последний вопрос На сегодня Мне уже немножечко поплохело Как бывает обычно под вечер И я еще очень хочу жрать Поэтому я сейчас пойду Быстрее У меня уже горло начинает Сдавать позиции Мне очень понравилось Отвечать на ваши вопросы Давненько этого не делал И даже соскучился Я надеюсь, что вам было интересно Это слушать Надеюсь, я смог создать Ламповую атмосферу Для нас с вами Напоследок скажу Я знаю, что я упоминал проекты Которые я здесь делаю В Дубае И я не могу Их вам показать К сожалению И долгое время Не смогу этого делать Объясню почему Дело в том, что Чтобы я мог добиться Своей цели И продвинуть это На западную аудиторию Что я и собираюсь сейчас сделать Мне нельзя показывать Это русской аудитории Потому что Ютюб и его алгоритмы Работают очень просто На самом деле Если тебя смотрят Из России То тебе показывают в России Независимо от того Какой у тебя там язык Вот Собственно Мне нужно сначала Сделать прорыв Там И тогда Потом я смогу вам Это показать Извиняюсь, друзья По-другому никак Хотя очень безумно Хочется сделать И для вас Приятно И показать вам Но В общем Надеюсь, что это в скором Времени получится Я верю в себя Верю в свою удачу Верю в свое Чутье Поэтому Думаю, очень скоро Все будет Друзья На этом мы с вами закончим Я очень благодарен вам Еще раз Что задали мне вопросы Что подписались на канал Поставили лайк И вообще Остаетесь со мной На протяжении всего этого времени И скоро у нас реально 5 миллионов Безумие какое-то Я не могу себе Просто представить Как много это людей И как так получилось Что Мне так повезло Это Подарок судьбы Друзья И я знаю Что вы хотите Напоследок Перед тем Как я закончу это видео Та-да-дам Ну что ты жопой костем встал Повернись Это Данта Данто Дантанелло Дантидзе Дантист Ковной воняет Данте улыбанте Такой подиумный кот Смотрите Окей, друзья Спасибо всем большое Еще раз С вами был Юджин И всем Гать!